Приветствую! Поговорим о итогах недели по вопросам выезда мужчин из Украины и вопросам мобилизации. И здесь, что интересно, эта неделя достаточно прошла в позитивном ключе и новости, о которых мы поговорим, будут позитивны. Но, пожалуй, за исключение одной. Что же я нашел позитивного за эту неделю? Первое. Это вопрос выезда из Украины. Где-то с 7-8 января, как мне кажется, по отзывам людей, которые пересекали границу, изменился подход погранслужбы к выезду мужчин из Украины. Изменился он в каком смысле? Он, по сути, возвращается к тому, что было до Нового года. И это имеется в виду по вопросу наличия отсрочки у мужчины. То есть, если человек едет с инвалидностью, если человек едет, сопровождая другого человека с инвалидностью, супругу, родителей, тестя, тещу и так далее. Если мужчина сопровождает человека, который нуждается в уходе. Так вот, мы помним с вами, что с 29 декабря под Новый год изменилась ситуация и начали всех заворачивать, если не было документа об отсрочке. То вот где-то с 7-8 числа уже большинство людей, которые едут и у которых нет отсрочки. То есть, нет штампа ни в военном билете, ни во временном удостоверении военно обязанного. Нет справки об отсрочке. Так вот, эти люди без этого всего в большинстве своем выезжают. При этом, конечно же, остаются ситуации, в которых людям отказывают. Причем, самое интересное, что это может происходить на одном и том же пункте пропуска. Вот есть у меня реальность ситуации, где люди едут с одними и теми же документами. Одна и та же ситуация. Сопровождение родителей. Один и тот же пункт пропуска. В одном случае человека пропускают без проблем, в другом случае разворачивают. Но, к счастью, вот эти отказы, они уже в меньшинстве. Большинство людей, которые дают мне обратную связь, они выезжают. И это не может не радовать. Что касается того, где лучше выезжать, вот все-таки я бы не рекомендовал ехать на Паланку особенно, ну и в целом в Одесскую область. Вот там больше всего случаев отказов. Почему так? Я не знаю. Вроде бы правила везде одинаковые. Но подходы к исполнению этих правил, как мы видим, они у всех разные. По выезду все. Теперь к вопросу мобилизации. Конечно, самая позитивная новость для нас заключается в том, что законопроект 10378 отозван, его вернули на доработку. Конечно, я прекрасно понимаю, что этот позитив такой, знаете, по принципу купи козу, продай козу. Но, тем не менее, это позитив, потому что вы вспомните наши с вами эмоции, когда мы увидели этот законопроект. А я напомню, он, по мнению экспертов, нарушает Конституцию Украины. И, кстати, многие из вас уже стали экспертами в этих вопросах и писали в комментариях о том, что закон нарушает Конституцию Украины. Еще задолго до того, как об этом написали эксперты. Вот, и здесь, кстати, знаете, вот что интересно, а те, кто писал это все в Кабмине, они, видимо, не понимали того, что те нормы, которые они прописывают, они нарушают Конституцию Украины. Ну, пусть приходят, у меня есть масса подписчиков, которые это понимали сразу. Вот кому нужно работать в Кабмине. Люди лучше разбираются в вопросах конституционного права, чем те, кто пишет эти законопроекты. К счастью для нас, мы помним, что некоторые фракции, Батькивщина, Европейская Солидарность, они выступили против этого законопроекта. Были и отдельные депутаты из других фракций, которые выступали против этого законопроекта. Что самое интересное, что вот мне вообще понравилось, как потом, подводя итоги, Стефанчук в своем фейсбуке написал, что, мол, все, все были против этого законопроекта. И парламент полностью был против, и Кабмин был против, все против. И единственный вопрос, а кто же его тогда подал, если все были так против? Вот интересно. Ну, а это вопрос уже политики, это такое. Главное для нас, что мы для себя фиксируем, что есть политические силы в этой стране, которые вот в такой достаточно тяжелый момент для страны, да, они все-таки пошли не за, знаете, вот не прикрываясь войной, да, не пошли на такие явные нарушения прав человека. Не знаем, по каким причинам они это сделали, но будем надеяться, что они реально делали это по тем причинам, которые устраивают нас. Хотя, какая разница, по каким причинам, нас, наверное, устраивает даже сам факт того, что этот законопроект был отозван, и что есть депутаты, которые выступили в открытую, несмотря ни на что, выступили против этого законопроекта. Их, наверное, тоже нужно запомнить в каком-то смысле, да, чтобы потом понимать, за кого голосовать на следующих выборах. Дальше. Что хорошего по мобилизации еще? На мой взгляд, хорошим таким сигналом было сообщение на сайте ДБР, это 8 января было, где они сообщили о том, что представители ТЦК и ЕСП, которые в Тернополе избивали человека, их привлекут к уголовной ответственности. Ну, как минимум, уже есть уголовное дело, оно завершено, и теперь дело за судом, и обвиняют этих людей по нескольким статьям. Там идет незаконное лишение свободы, пытки и причинение телесных повреждений средней тяжести. То есть вот три статьи для них есть. Соответственно, будем надеяться, что суд даст на основании материалов дела, которое сформировало ДБР, надлежащую оценку, и эти люди понесут заслуженное наказание. И для нас бы хотелось, наверное, чтобы вот таких новостей, где правоохранительные органы отчитываются о том, сообщают нам о том, что в отношении представителей власти, которые нарушают права человека, есть уголовное дело, доведено до суда, ну, и потом было бы хорошо, чтобы суд об этом нам тоже сообщил, что вот мы довели до логического завершения. А там прекрасно мы понимаем, что логическое завершение – это какое? Это реальное наказание. И ведь мы помним это видео, где там стоял такой здоровый амбал, и человека, который лежал на кровати, просто прикладывал от души, что называется. Я думаю, что здесь однозначно должно быть реальное наказание, и с учетом общественного резонанса и того, как эти действия влияют на обороноспособность страны. Наказание должно быть, наверное, по максимуму той санкции, которая предусмотрена соответствующими статьями. Но будем следить за этой ситуацией. С другой стороны, конечно, наверное, стоит и добавить ложку дегтя, а то скажут, что ты, мол, слишком позитивный. Нет, не слишком позитивный, потому что мы видели, что на этой неделе происходило в Одессе, и мы видели, как людей из общественного транспорта какие-то другие люди в масках, с автоматами вытаскивали. Вообще непонятно, почему эти люди ходят с автоматами в городах, почему эти автоматы находятся в городе, в общественном транспорте, а не там, где они должны находиться, в зоне боевых действий. Почему эти люди в масках, почему они прячут свое лицо, от кого они прячут свое лицо. Ведь вы же не являетесь там какими-то сотрудниками спецслужб, да, там, ну, есть смысл прятать свое лицо. А здесь вы почему прячете? Стыдно? Или вы чего-то боитесь? Ну, если вы считаете, что вы делаете какие-то незаконные действия, ну, так не делайте. Если вы считаете, что ваши действия законные, так снимите маску, чтобы вас можно было идентифицировать, чтобы люди потом понимали, кого разыскивать, да, там, передали видео ваше с вашим лицом в ДБР, в ВСП и так далее, чтобы органы знали, кого искать. А то интересно, как-то получается, в маске с автоматом в мирном городе вы заходите в общественный транспорт и делаете то, что делаете, ну, достаточно интересно. То есть, к сожалению, вот эта ситуация у нас продолжается, и она продолжается не только в Одессе, да, но в Одессе, мне кажется, что за эту неделю, ну, вот, самые яркие ситуации были. Друзья, вот такие итоги недели за прошедшую неделю с 7 по 14 января. В целом, в целом, они, ну, насколько могут быть в этой ситуации позитивные итоги, как мне кажется, они позитивные, потому что, ну, хоть что-то мы получили от, из той серии, за что можно порадоваться, да, хотя все это было по принципу купи козу, продай козу, но, тем не менее, знаете, на безрыбье и рак рыба, что называется, да, ты находишь уже поводы для радости в каких-то вот таких вещах. Конечно же, для нас была бы самая радостная новость о том, что мобилизация в Украине остановлена, что выезд из Украины разрешен, что военное положение отменено, что повестки теперь никто уже раздавать не будет. А почему нам бы этого хотелось? Потому что мы понимаем, что это пройдет тогда, когда прекратятся боевые действия на территории Украины, чего я всем нам искренне и желаю, чтобы как можно быстрее в наши дома пришел мир, боевые действия прекратились, потому что это является основой для мобилизации, для того, что происходит в целом стране. И вот это хочется, чтобы прекратилось, остановилось, и мы наконец-то зажили с вами в мирной Украине, и в той Украине, в которой нам хотелось бы всем жить, в государстве, которое мы с полной уверенности называли бы правовым, чего я всем нам и желаю. Все, друзья, пока-пока.